Здравствуйте, дорогие читатели Комсомольской правды и смотрители сайта Комсомольская правда. С вами, как всегда, Мешок Бурчалок, и я ее постоянный, надеюсь, постоянный ведущий Александр Мешков. Ну что, бурчать у нас, как всегда, есть о чем, было о чем и, надеюсь, будет о чем. Завершился большой украинский избирательный марафон. Завершился и, слава богу, значит, не будем больше бурчать по этому поводу. Верховная рада вчера дуже бурно провожала гарную девчину Юлию Тимошенко с топотом ног и свистом, понимаете, 243 мужика, мужика настоящих украинских хлопцов, топотали, когда Юлия Тимошенко покидала Верховную раду. Я помню, как в нашем полку, в нашем десантном полку, который дислоцировался в Туле, мы провожали вот так же на дембель, провожали сержантов, которые, сержантов-негодяев, сержантов-сволочей, которые угнетали нас. Мы стучали ложками вот так по столам, когда была такая традиция, каждый дембель должен был последний обед свой уносить сам за собой посуду на мойку. И мы в то время делали вот так. И представляете, вся столовая оглашалась вот таким криком. Я думаю, что, наверное, Юлия Тимошенко тоже, наверное, будет о чем вспомнить. Она будет помнить этот топот, этот свист, с которым провожала ее Верховная рада, главный управляющий орган Украины. Ну, что я сказать? Уходила она с видом победителя. Весь вид ее сзади, как бы говорил, я вам еще покажу. И ведь покажет. А ведь Тимошенко действительно есть что показать. И нам есть на что посмотреть. Но в связи с этим охватывает как-то невольно гордость за нашу Родину. Потому что у нас уже давно нет такой острой политической борьбы. Потому что мы все уже пришли к какому-то единому консенсусу. И живем мы спокойно. Если только, может быть, коммунистическая партия иногда огрызнется, но так лениво, как, знаете, задремавшая старая собачонка. Но она безобидная. Президент Российского Олимпийского комитета Леонид Тихачев мужественно подал в отставку. Ну, после, естественно, беседы с президентом. А как он еще мог поступить? Он поступил как мужчина. А ведь если бы он вообще не шел туда командовать, управлять спортом, коль ничего в нем не понимаешь, так он был бы настоящим мужчиной. Потому что мужчины тут делятся на настоящих и контрафактных. Вот такое ощущение складывается, что нам, что спортом, до сих пор управляли какие-то китайские подделки. Информация для верующих и неверующих грешников. Как вы знаете, грешим мы все. Грешники делятся на верующих и неверующих. Вот интересно, значит. Но те и другие все равно, значит, каются. Единственное, что их объединяет, это страсть к покаянию. Ну, верующие грешники идут, каются в церковь, а неверующие грешники каются сами себе, сами в своей душе. Ну, вот интересно, мне всегда было любопытно, какие новшества вводит церковь, вот, как модернизируют, как вводят новые технологии в свою службу. На Франции, заметьте, интересно, в Франции введена новая услуга. Ты можешь теперь покаяться по телефону. Представляете, насколько это интересно? Вот ты, допустим, согрешил, да, согрешил, прям согрешил. Тут же звонишь, говорит, батюшка, вот такие вот дела, я согрешил. И самое интересное, что покаяться можно не во всех грехах. Вот в страшных грехах, допустим, если ты убил старушку, ты должен идти вот напрямую к батюшке, и говорить, так и так, батюшка, я убил старушку. Батюшка скажет, ну что ж, брат, раз ты покаялся, значит, все, ты свободен, иди дальше. Но больше не убивай. А если ты, допустим, грешишь прелюбодеянием, это большой грех или нет? Ну, я думаю, меньше, чем убийство. Вот если ты грешишь, допустим, батюшку, я вот тут у меня грех случился, что делать-то? А батюшка говорит, ну давай, говори адрес. Вот такие вот бывают у нас батюшки. Так что, вот может быть, эта тенденция дойдет до нас, и не надо будет ходить в церковь, а просто по телефону позвонил и покаялся. И сразу на душе станет легче. Замечали ли вы, друзья мои, что некоторые женщины любят драться? Наверняка вы уже сталкивались в жизни, ну, сталкивались, признаете, сталкивались в жизни с этим явлением, когда женщина поднимает руку на мужчину. Ну, некоторые это делают незаметно, а некоторые просто не боятся огласки. Есть анонимные дрочуни, да, а есть просто открытые, которые афишируют. Вот к этим последним относится как раз Наоми Кэмпбелл, которая уже давно была, уже заядлой дрочуни еще с детства. То она мобильником свою горничную, значит, оприходовала, а вот совсем недавно она просто, например, избила бедного мужика, шофера из Нью-Йорка. Казалось бы, вот ерунда, да, пожалуйста, у тебя есть свой парень, бойфренд, бойфренд в переводе, значит, с английского, мальчик-друг. У тебя есть свой мальчик-друг, вот его бей, поколачивай. Однако нет, Даронин нам не стала бить, а вот Нью-Йоркского шофера побила лишь только за то, что Нью-Йоркский шофер, который раньше-то водил Даронина, она у него спросила, скажи, Нью-Йоркский шофер, что за красоток возил Даронин до меня? Но Нью-Йоркский шофер не из тех парней, который вот так запросто сдает своих. Он промолчал за это и получил, он в пятак, в торец, ходит сейчас с синяком. Ну, конечно же, я не знаю там, что у них сейчас происходит с Даронином, но я бы на всякий случай, Владислав, все-таки носи нунчаки под пиджаком, мало ли. Я тут недавно прочел, письмо получил по интернету, там написано, что ж ты, Мешков, бурчишь, бурчишь, значит, по мелочам, а вот никогда не бурчишь на президента, там, на премьер-министра. Что это, боишься? А или, может быть, они тебя удовлетворяют, друзья мои, что такое, значит, удовлетворяют или не удовлетворяют меня? Да они, конечно, меня не удовлетворяют, потому что, во-первых, я натурал, и слава богу, что и они тоже натуралы, поэтому говорить о каком-то удовлетворении речи быть и не может, знаете? Ну, я, допустим, рад, что у меня такие президенты, что у меня такой премьер-министр, они, во-первых, не курят, а американский-то президент, смотрите, курит, а ведь на выборах что обещал-то? Обещал своим избирателям, что как только изберете, брошу курить, и не брошу, и бедные избиратели теперь видят, что у них в белом доме заслабляет их правительство лжец. Лжец, знаете, ну вообще американскому не везет, у них один только секретарш попирает там у себя в кабинете, другой вот курит теперь тайком в рукав у себя в кабинете, извините, возможно, может быть даже за деньги американских налогопластельчиков, вот в чем беда. А вы говорите, бурчать мне на своего президента, а что мне бурчать? Не курит, не пьет спортсмен, все, дзюдо, это все, вот, понимаешь, вот так надо, и бурчать не буду. А я, думаете, боюсь бурчать на президента? Вот на американском я бурчу, и ничего. Сергей Шогу предложил ужесточить меры наказания против нерадивых метеорологов, которые дают неверные прогнозы. И то верно, я считаю, давно надо было ужесточить, сажать надо за неверные прогнозы. Вот у меня, допустим, есть белые штаны. Я ходибаю очень редко, только когда слышу, что дождя не будет, потому что, ну, извините меня, оденешь белые штаны, пройдешь пару шагов, они уже все, извините, в крапинку. Так вот, стоит мне одеть белые штаны, обязательно идет дождь. Но я-то живу по прогнозу, понимаете, какая штука? Сколько я потратил стирального порошка, отстирывая эти штаны? Сколько я потратил нервов? Как только выйдешь, соседи говорят, Мешков подел белые штаны, значит, сегодня жди дождя. Так, ну, ладно, что я? Вот у Шойгу другая проблема. Он, значит, ему объявляет штормовое предупреждение, Шойгу всех поднимает своих парней, они в полном обменировании, техника готова, на взводе, все, заведенные моторы. И что мы видим? Вместо этого солнечная погода. Или же наоборот. Наши ребята с МЧС загорают на пляже, ничего не ждут, тут землетрясение, буря, пожалуйста, они не готовы, ничего, где одежда, все в плавках бегут, и уже нечего спасать. Вот так получается. А если метеоролог просидит лет 10-20 в тюрьме, может, тогда и подумает, прежде чем давать вот такой неправильный прогноз. Вот на этой оптимистичной ноте я бы хотел закончить мешок бурчалок. Встретимся с вами через неделю, и я очень надеюсь, что нам не будет не быть ни о чем бурчать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...